У этих организаций 3 миллиарда долгов. Сейчас? Да, сейчас. Соответственно, этот долг, его надо куда-то деть, Александр Григорьевич. Поэтому собирались многократно, рассматривали все варианты. Никакого списания долгов не будет. При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике. Поэтому из этого надо исходить. Думайте, или оставляйте эти долги в колхозах, совхозах. Мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, не коэффициенты считать. Или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же саккумулируем в агентстве. Пока эти долги сохранятся у них на балансе, у них же сама масса долгов не изменится. И, соответственно, все коэффициенты платежеспособности у них тоже не улучшатся. Тут идея состоит в том, чтобы долги с баланса предприятий снять, и у них автоматически, да, это вопрос такой, технически больше, но факт остается фактом. Коэффициенты платежеспособности у этих предприятий улучшаются. С формальной стороны они становятся более привлекательными заемщиками, чем сейчас. Это такая техническая расчистка их балансов. Вы меня в этом не убеждаете. Я это прекрасно понимаю. Значит, прорабатывайте вопрос, если это возможно у агентства сконцентрировать эти долги, обязательно хоть по центу, хоть по рублю они должны платить. Понимаете? Пускай этот год мы им скажем, давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить. Они должны знать, что по долгам надо рассчитываться. Никакого списания. Вопрос спасения области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что вот молоко, мясо, кровь с носа в этом году вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, понимаете? А вы болтовнёй занимаетесь.